Детское радио представляет Волк, гидра, жираф и козерог, лебедь-лев Кого там-то нет, а про кошек забыли Ты чего ворчишь, Робокот? На небе нет созвездия кота Зато собак целая стая Есть созвездия гончие псы Есть большой и малый пес А кошек нет Созвездие кошка было описано одним французским астрономом в конце 18 века Но про звездную кошку скоро забыли И поэтому она не включена в современный список созвездий Это несправедливо Не расстраивайся, кот Смотри, на небе есть твои дальние родственники Малый лев, рысь, а вот созвездие льва Не расстраивайся, котик Созвездие льва Знакомое название Где-то я его уже слышал В гороскопах Лев — это зодиакальное созвездие В гороскопах, прогнозах, основанных на положениях звезд Мы часто слышим название созвездий зодиака Я люблю гороскопы Особенно, когда мне советуют в них больше отдыхать, спать и хорошо питаться Кстати, а что такое зодиак? Космический зоопарк Слово зодиак можно перевести с греческого языка как круг животных В течение года Солнце проходит через 12 созвездий Вот их названия Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы Видимый круг, совершаемый Солнцем по этим созвездиям, называется Эклиптика А к какому созвездию относится Солнце? Солнце – единственная звезда, которая не принадлежит ни к одному из созвездий Ау, значит оно как кошка, которая гуляет сама по себе А зачем вообще придумали созвездия? Вглядываясь в небо, древние люди выделили самые яркие звезды, которые видели каждую ночь А в скоплениях ярчайших звезд они увидели различные фигуры, которые напоминали животных или какие-то предметы Эти древние люди были такие фантазеры Я читал о том, что большую медведицу они рисовали и как овш, и как лошадь на привязи А еще в древности люди ничего не знали о происхождении звезд Поэтому придумывали красивые легенды о том, как попали на небо животные и мифические герои Особенно много астрологических мифов было в Древней Греции Например, так звучит история о созвездиях Большой и Малый Медведец Зевс влюбился в нимфу по имени Калиста Его жена Гера узнала об этом и в гниве превратила Калиста ее подругу в медведец, за которыми началась охота Зевс вмешался и перенес медведец на небо А я помню легенду о созвездии Лира Орфей, певец и музыкант, прославился искусством игры на Лире Волшебством своих мелодий он мог двигать скалы и завораживать зверей Когда музыкант погиб, боги в памяти героя поместили его инструмент Лиру на небо Разные народы давали созвездиям свои названия Например, в Древнем Египте созвездие Большой Медведицы называлось Мескхет Бедро, живущее в Великом озере Северного Неба А в Древнем Риме ее именовали Семизвездием по числу ярчайших звезд В Древнем Китае Большую Медведицу называли Колесницей А другие народы видели в ней сходство с телегой, лосем, кастрюлей и ковшом Интересно, что в него налит, а? Вот этот огромный звездный ковш Может быть, теплое парное молочко? Если в нем и было молоко Робби, то его давно пролили По всей галактике Помнишь, ведь она так и называется? Млечный, то есть молочный путь Млечный путь – это грандиозное скопление звезд Земле оно кажется нам похожим на светлую туманную полосу И напоминает разлитое молоко В нашей галактике сотни миллиардов звезд Такая уйма звезд И ни одного созвездия, названного именем Када Это несправедливо Робокот, если это для тебя так важно, обещаю Как только мы найдем на просторах галактики подходящее созвездие Сразу же назовем его твоим именем Правда? И вот здорово! Поправка Крайне маловероятно, что нам встретится скопление звезд Напоминающее хвастливого, ленивого кота-робота Ха-ха-ха! Космические приключения Космические приключения